Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефон Oukitel U8. Приходят они вот в таких оранжевых красивых коробочках. Данный телефон имеет экран 5.5 HD разрешения. Вот технические характеристики. Кому интересно, может поставить на паузу и прочитать их. В двух словах, телефон очень интересный, шустрый, очень красивая IP-матрица, которая не выцветает даже при дневном цвете. Что, как говорится, не порадовало, это оскудная комплектация. Блок зарядного, обычная макулатура и USB-кабель. Вот так. Ни наушников, ничего нам не дается. Ни бампера, ничего. Производитель мог бы хотя бы положить это в подарок. Закос под iPhone 6. Задняя часть сделана из пластика. На задней части мы видим 8-мегапиксельную камеру, светодиодную вспышку. На правой грани мы видим кнопку включения блокировки экрана. И зачем-то они сделали вот этот подлоток, выемку, хотя его нет. Но если вы уже делаете копию, ну зачем тогда делать вот эту штуку, если она не функциональна? Я не понимаю. С левой стороны качеля громкости. Верхняя грань, USB-вход для зарядки и передачи данных. И рядом под наушники 3,5 мм джек. Нижняя грань у нас расположена в динамике. Один динамик. Вот такая вот решеточка. Сзади маркировка Oukitel. Так что, вот так они его закосили. Очень яркая PS-матрица, которая, смотрите, при любом, как бы мы ни повернули под любым углом, очень яркая, очень красивая. Для бюджетного телефона это очень хорошо. Ну, давайте пробежимся по техническим характеристикам. Я загрузил Antutu. По данным Antutu данный телефон набирает 20 000 баллов. Информация. Oukitel U7. Android 4.4.2. Процессор MTK6582. Графический редактор Mali-400MP. А вот разрешение экрана 960 на 540, не Full HD. Камера задняя 8 Мп, передняя 5. 1 ГБ оперативной памяти, 8 встроенных, к использованию 597. 32-битный, 4-х ядерный. Мультитач порадовал. Мультитач на 5 касаний. Датчики приближения, освещения, все присутствует. Клавиши нижние не подсвечиваются. Они просто нарисованы и в темноте не светятся. Дальше. Вот такие три рабочие стола. Что еще не порадовало, они не поставили здесь GPS. Так что использовать данный телефон как навигатор вам не удастся. А так все живенько, все хорошо работает. Как во всех телефонах есть функция фонарик. Я загнал вот такие вот программы, которые защитят ваш телефон. Игрушки. Ну давайте посмотрим, что данный телефон набирает в наномарк-тесте. В наномарке он набирает 61. Далее. Так, не то. Нажал иконку, сори. Epic Citadel. Снимаем. Чикольшая. Сейчас он его протестирует и покажем нам результат. Ну и вот 59 результат при разрешении экрана 960 на 544 точки. Что еще мне понравилось в данном телефоне, у него присутствуют жесты. Смотрите, какое яркое окрасочное меню. Такой жизнерадостный телефончик. Здесь эта функция называется SmartWake. Значит, есть дабл-клик по экрану, телефон просыпается. Вверх мы проводим, попадаем. Давайте меньше слов, больше дела. Проводим вверх, попадаем на главный рабочий стол. Проводим вниз, попадаем в режим камера. Дальше. По-моему, Е, попадаем в браузер. Да. С. Попадаем в книгу вызову, в телефон. По-моему, М еще было. Дабл-клик. Он просыпается. Ну вот так. Вот такие жесты присутствуют. Дальше. Плей-маркет у него изначально установлен. Клавиши крупные. Очень удобно. Также присутствует, что мне еще понравилось, значит, экран, у кого плохое зрение, размер шрифта. Здесь можно поставить огромные буквы. Смотрите. Если у вас плохо со зрением, то можно поставить вот такие большие буквы. А если надоедают, то можно поставить обычные мелкие. Дальше. Так, экран. Яркость экрана у нас на минимуме. Очень красивый, сочный экран. Дальше. Звуки. Звуки тоже порадовали. Динамик громкий. Хоть он и один, но играет довольно нормально. И сделано нижние грани, что очень удобно. Если телефон лежит в сумке или в кармане, то слышно, кто звонит. Так. Это я вам показал. Это я вам рассказал. О телефоне. Версия Android 4.4.2. KitKat. Но, как пишет производитель, можно сделать обновление до 5. Но, когда они на него выпустят, обновление есть по воздуху. Дальше. Очень понравились вот эти вот рабочие столы. Очень красивые. Сразу все живое. Вынесено на рабочий стол. Бомбес. Так. Ну, вот так он выглядит, ребят. Все, короче, что одно но, я вам еще подтвержу. GPS-а в нем нету. No GPS. Одно но. Что мне не понравилось в нем? Но. Вот это нету GPS-а. И разрешение 960. Было бы Full HD. Было бы еще лучше. А так, за свои деньги, бюджетная модель с очень сочной матрицей. Это очень класс. Так что, можете приобретать спокойно. И радоваться жизни. Спасибо за обзор. Ставим пальцы вверх. Остаемся на моем канале. Подписываемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.